Здравствуйте! Меня зовут Фёдоров Владимир Васильевич. Я являюсь профессиональным настройщиком, работаю в крупной музыкальной школе города Москвы, в нескольких школах, а также занимаюсь частной настройкой. И поэтому в связи с этим возникает очень много у людей вопросов, как обращаться с инструментом, правила пользования и ухода за инструментом. Начнем с того, что привезли инструмент домой. Неважно, новый инструмент, не новый инструмент, какой бы угодно он был, привезли его домой. Особенно, если это зима, лето или весна или осень поздняя, где за окном климатические изменения, особенно зимой. При внесении инструмента, скажем, домой, при внесении инструмента домой, нужно, чтобы инструмент взял температуру комнаты, и влажность, и температуру, и даже хотя бы просто, чтобы не было конденсата у него, да, открыть все крышки, открыть все крышки и дать ему отстояться часа два-три. Вот, для того, чтобы это все, для того, чтобы все, скажем, приняло и взяло свою температуру, высохло достаточно, да, чтобы не было никакой влажности на инструменте. Вот. Считается, что желательно бы, конечно, чтобы вообще он сутки постоял, сутки постоял дома, да, и принял хоть какую-то, какую-то температуру того помещения, где он находится, где он находится. Какая же температура и влажность помещения должна быть для, ну, должна быть лучшая для инструмента? Да, для инструмента желательно комнатную температуру от 17 до 22-3 градусов, вот, и влажность порядка 45-50, скажем, процентов. Ну, как влажность? Влажность есть сейчас гигрометры, не знаю, насколько они правильные и точно ли они показывают эти китайские гигрометры, но вообще они продаются и, скажем, есть, да, которые вы можете всегда вот для себя поставить, небольшие или установить там, или просто они где-то будут лежать, но влажность в наших квартирах очень маленькая, там порядка 20 процентов и очень всегда, скажем, очень трудно ее довести до нужного, поэтому там может пользоваться улажнителями, там, или еще что-то, но с этим тоже связано очень, скажем так, перегибы, потому что начинается ставить увлажнители очень много и получается даже больше, чем надо, а потом эти увлажнители выключаются и опять все, и получаются очень большие перепады, перепады, поэтому, скажем, надо брать абсолютно комнатную температуру, комнатную температуру и для того, чтобы влажность можно какие-то, ну, у кого-то цветы, у кого-то акварин, у кого-то что-то, говорят даже достаточно полы помыть в лишний раз и будет уже влажность какая-то. Пусть это выглядит смешно, но это так и есть, так и есть. Многие советуют, говорят, что советуют поставить вот в это место банки с водой, банки с водой, где у нас могут быть, сейчас здесь стоят, это пианино новое было, здесь стояли мешки от влажности, да, с таким вот содержимым для убирания влажности в инструменте. Так вот, многие говорят, что надо ставить банки с водой, я это слышу и много вижу. Это неправильно, на самом деле банки с водой быть не должны. Что такое банка с водой? Это внутренняя часть, которая заполняется инструментом влажностью. Потом о них благополучно забывают или нерегулярно там, или еще, и все это получается еще большие перепады. Ну, говорят так для того, блин, это ну, вот, и говорят, чтобы лучше держал строй, вербели были крепче. Неправильно, вербели не будут крепче. Почему? Потому что здесь стоят пробки, почти во всех инструментах стоят пробки, которые не дают влажности попасть дальше в вербельбанк. Поэтому все эти все эти банки с водой не дают крепость строя, а дают только что? Это, скажем так, за разбухание, разбухание сукна и, как следствие, бывает, что здесь начинают западать клавиши, потому что стали молотки хуже работать, да, или начинают ржаветь струны, вот, попадает, потому что больше, да, наливают, там больше иногда я вижу чуть ли не ведра, большие пятилитровые емкости. Поэтому банки с водой не нужно ставить. Да, вы можете где-то даже поставить около батареи какие-то емкости или там что-то еще, но около пианино внутрь ничего ставить не нужно, не нужно. Поэтому инструмент выдерживает и так, если он нормальный инструмент, то он выдержит без всяких там банок и тому подобное, каких-то еще. Да, существует сейчас именно климат-контроли, все такие специальные, скажем, установки, которые действительно дорогостоящие, они устанавливают инструмент, вот, но пока у нас они не пользуются большим спросом, они есть, и на роялях их ставят, в хороших залах и все, но даже на пианинох некоторые могут поставить, но их пока не видно. Поэтому мы, скажем, стараемся больше все-таки обычным способом хранить инструмент, хранить инструмент. И поэтому поддерживать влажность все-таки лучше снаружи в помещении, чтобы в помещении была влажность. Что дальше? Где ставить инструмент и как ставить инструмент? Где ставить инструмент? Инструмент ставится как можно дальше от отопительных приборов по инструкции написано что два метра не менее двух метров это практически никогда не соблюдается в особенно в квартирах в частных очень близко ставят да и ну там как-то пытаются закрыть батарею сейчас батареи другие сейчас вы скажем так батареи сейчас в этаж выключаются и регулируется чем раньше но скажем так все равно это плохо для инструмента что он стоит около батареи около теплой батареи поэтому старается все-таки подальше от батареи от отопительных приборов стене это следующая тема но мы все-таки и коснемся коснемся значит к стене инструмент нежелательно ставить прям вплотную к стене это почти везде во всех квартирах у нас к стенам и но они представлены почему из экономии времени место там и тому подобное так вот инструмент если его отодвинуть буквально на сантиметров в десять от стены дает намного лучше звук благороднее и вообще звук идет потому что акустические вещи они все-таки лучше когда инструмент немного отодвинут от стены поэтому если есть возможность постарайтесь отодвинуть хотя бы ну 10 сантиметров но отодвинуть от стены от стены по поводу да по поводу еще сквозняки инструмент очень не любит сквозняков это даже наверно гораздо вот худшее чем даже тепло просто в регулярно или холода но вот сквозняки для инструмента очень плохие почему потому что деревянные конструкции не любят перепадов температуры и от них это они начинают выворачивать изгибать или еще как то может быть не в таких каких-то страшных вещах как я говорю да но бывает даже и клавиши выворачивает и они становятся вот скажем когда их они начинают уже до других задевать и тому подобное тому подобное поэтому сквозняки плохо и когда инструмент стоит на сквозняке а как на сквозняке значит он стоит около окна и двери где бывает что еще где-то окно открывают и получается это включают открывают это устраивают хвозняк и он стоит конкретно на сквозняке это тоже плохо для инструмента для инструмента по ухаживанию не то что ухаживанию а скажем по сохранности инструмента по сохранности инструмента еще до насчет сквозняков насчет прямых солнечных лучей если вы знаете, что в комнате, в кабинетах лучи солнечные попадают прямо на инструмент. Это очень плохо, это очень плохо, потому что инструменты, скажем, не любят по прямому попаданию. Может, ему самому ничего и не сделается внутри, но попортится его полировка, будет уже, создадутся такие выжженные пятна, вот. И, соответственно, еще что, это тоже перепады температуры. Если его днем, на него попадает свет от солнца, очень греет, потом его закрывается, там холодно или еще что-то, или холоднее, это тоже плохо, это тоже плохо. Если мы опустим крышку, и, допустим, у нас здесь все закрыто, да, то желательно все-таки не ставьте на инструмент никакие цветы, ни горшки с цветами, там, ни какие-то вазы с цветами, потому что это все бывает, заканчивается хорошо. Вот здесь такая крышка, скажем, она целая, да, и даже если где-то что-то прольется, может быть, может быть, есть вероятность непопадания, да, и то может попасть на клавиатуру. Все инструменты, как правило, очень часто, вот здесь есть, скажем так, на две части делится верхняя крышка, и когда открывается, и тут, естественно, что попадает вода, вот, и попадает на колки или на струны, на вербеля, на струны, вот. Некоторые любят кофе попить, там еще инструменты, что попадают на клавиши или еще. Как правило, при чистке инструмента очень часто, ну, рояли, это вообще, скажем так, вот плохо, да, и пианино. Как правило, если при поднимании клавиш, то мы видим, что разводы воды, разводы воды, это очень плохо, потому что это для клавиши плохо. Здесь есть те вещи, где разбухает сукно, вот, разбухает сукно, и тогда клавиша не работает, приходится ее обжимать и тому подобное делать. Это по поводу воды. По поводу сохранности инструмента. Да, говорят, что там моль может съесть, это действительно было так, и моли съедали, и всякие, скажем, суконные, суконные здесь вещи, которые существуют в пианино. Вот, и, конечно, много советов, что надо там класть там нафталин, там какие-то корки, табак кладут, там газеты, лавровый лист, там, или тому подобное. Вот, еще что-то. Да, в старых книгах, может быть, это действительно так, в инструкциях написано, что, может быть, нафталином даже вниз кладут сюда, чтобы пара нафталина, скажем, молит, не поедала. Но гораздо проще почистить инструмент, и при каждом посещении настройщика, если вы вызываете его регулярно, вот, а это желательно было бы вызывать регулярно, хотя бы раз в год, лучше два раза в год, но даже раза в год это достаточно много, ну, достаточно хорошо, если вы вызываете, то лучше при посещении настройщиков его чистить. Это самое лучшее средство для сохранности, потому что все насекомые, моли, мы не говорим, конечно, о караеде каком-то или еще о чем-то, мы говорим просто о моле, что она не любит, когда это все чистится, все это ходит, взбудораживается. Во-первых, вы не отравляете своих детей всей вот этой вот всякими, скажем, там, разными вещами от моли, потому что многих, не у многих, а есть у людей аллергия, которая даже, может быть, не чувствуется, но она присутствует, поэтому лучше всего это просто чистка. Профессиональная чистка – это снятие механики, вот, мы можем открутить, ну, это делает, конечно, лучше настройщик, вот, чем кто-то, но иногда некоторые сами очень аккуратно снимают и все чистят сами. Потом снятие клавиш, ну, при снятой механике, естественно, что мы должны снять все клавиши и почистить уже вот здесь, вот здесь. Вот этот инструмент достаточно недавно, он не такой старый, да, и в нем уже накопилась пыль, которую надо тоже вычистить, которую надо вычистить, вот. А клиент, как правило, видит только вот эту чистоту, и вот здесь он не видит никакой, да, грязи. Поэтому профессиональная настройка, чем занимаются коллеги, настройщики хорошие, они вычищают весь инструмент. Также они продувают, продувают всю механику от пыли, вот, и есть специальные вещи, которые этим есть. Вот. Поэтому при каждом посещении настройщика желательно чистить инструмент. Чистить инструмент здесь, внизу. И, да, скажем так, может быть, это, конечно, уже звучит не то, что банально, или там, может быть, даже не очень правдоподобно, но вся эта пыль, которую мы, которую дети нажимают, да, нажимают на клавиши, и вся она приподнимается, это тоже нехорошо, невидимая пыль, но она приподнимается, и все это дышит ребенок, или там учащийся, пианист, вот. Поэтому лучше все-таки чистить инструмент, чистить инструмент. Причем чистка даже заключается для хорошего вообще звукоизвлечения даже сзади, но сзади очень мало в квартирах чистят, потому что, как правило, если ты отодвигаешь, вдруг какие-то возникают проблемы при звуке, там, отставание деки и тому подобное. Когда ты отодвигаешь инструмент, ты видишь, что там настолько все грязно, и уже давно не чищена, вот. Ну да, лучше бы и сзади почистить, это тоже хорошо, это тоже правильно, это тоже правильно, вот. И тогда у вас будет инструмент радовать, радовать. Ну, желательно, чтобы он еще был настроенный, конечно, он тоже будет радовать вас. Что еще? Бывает, даже смотришь иногда на вот этих, ну, конечно, не видно, может, на штифтах, на которых клавиши, бывает такой очень налет, он образуется или за влажностью, где-то инструмент стоял во влажности, или что. И тогда уже клавиши нажимаются не с таким, скажем, не с такой легкостью, как должно быть. И это возникает, это тоже проблема, которая, конечно, устраняется, но это достаточно серьезные вещи, достаточно серьезные вещи. О клавишах. Клавишах. Очень часто, как правило, особенно вот в этих последних регистрах, мы видим грязные клавиши. Это тоже плохо. Все-таки желательно, если у вас есть инструмент, и там неважно, где он там, занимаются ли в школе с этим, на этом инструменте, дома ли, или там в каких-то там учреждениях, или еще что-то, все-таки желательно клавиатуру протирать, протирать. Чем протирать? Достаточно даже просто, скажем, не мокрой, а вот еле влажной, влажной, просто тряпкой, ну, тряпкой, да, фланелью, ну, там, мягкой, да, мягкой тряпкой. Именно клавиши все почистят, потому что, во-первых, это гигиенично, это гигиена, которая тоже, да, вот, и желательно играть всегда чистыми, вымыв руки, да, потому что, и говорить это ученикам, или там дома, детям, там, что обязательно при игре с инструментом все-таки должны быть чистые руки. Так же и клавиши. Протереть клавиши нетрудно, и это не так, может быть, даже и часто, но они должны быть протерты, и тогда они будут именно приятны, и при касании, и при всем. Это что касается ухода, ухода. Инструмент желательно держать в одном тоне, там, 440 Гц. Пусть он там отклонится на 2 Гц, там, прибавит, или, ну, как правило, уменьшается, но очень часто запускает почти до полтона, или там он стоит, или там еще что-то, или там опускается, да, нижнего, более нижнего, да, там, на четверть тона. Это плохо, потому что, если инструмент находится в тоне, в 440 Гц, или там, хоть чуть-чуть поменьше, но он более устойчив, поэтому, если регулярно настраивать, хотя бы, да, поддерживать высоту инструмента, то инструменты меньше расстраиваются, и, как правило, он приятен для, скажем, игры, а не то, что, если что, пришел настройщик, настроил его, и, скажем, да, и он тут же через какое-то время быстро расстроился. Почему он быстро расстроился? Потому что инструмент был очень долго ниже, чем надо, ниже камертона и тому подобное. Вот. И поэтому, подняв его, конечно, сама струна хочет вернуться в исходное положение металла. А когда именно регулярно настраивается инструмент, то нормальный инструмент, вот, и по опыту моему, что вот если ты ходишь к человеку, например, настроил его, потом пришел через полгода или через год, и это еще раз через год, инструмент все меньше и меньше расстраивается, и, как правило, он все-таки более устойчив становится в тоне, да? Да, конечно, бывает инструмент, опять же, использование инструмента. Есть специальная таблица, даже, сколько там, три часа инструмента в день не справится, шесть часов или там, восемь часов или час. Поэтому тоже можно там сказать, когда можно настраиваться, с какой периодичностью, с какой перенадительностью. Но дома, как правило, все-таки настраивают до, после окончания отопления и после включения, наоборот, отопления, да? Это вот порядка, там, осенью, октябре, там, да? И еще порядка, там, например, к маю ближе, да? К маю ближе, вот. Вот это тоже есть, тоже есть. Что еще можно сказать по инструменту? Что можно сказать по инструменту? И все-таки главное – это перепады. Потому что иногда бывает инструмент, он расстраивается, но не настолько, столько бы, не из-за того, что на нем очень много играют. Даже играют много, и они не расстраиваются. Расстраиваются только из-за перепадов. В основном, вот, из-за плохих климатических условий, которые ему создаются. В холодных помещениях. Бывает инструмент держится в сырых помещениях, какое-то время, там, на каком-то складе, или, там, я не знаю, где там еще. А потом приносят его, и он вдруг начинает не держать строй. И все, надо же, привезли домой инструмент. Он хороший и держит строй. А потом через месяц, получается, что он, или, там, через две недели, он начинает перестать держать строй, и все, и все не удумевают, почему. Потому что он был в сыром помещении, а потом просто высох, и именно высохло дерево, уменьшили, наоборот. Ну, вот, скажем так, усохли, и появилось больше отверстия для вербелей, которые стали не держать строй. Которые стали не держать строй. Смотрите, вызывайте лучше профессиональных мастеров, которые именно с рекомендацией, да, работают в музыкальных заведениях, в хороших музыкальных заведениях. Желательно это все. Смотрите, это же ваш инструмент. Желательно производить регулировку, потому что дети, как правило, играют на нерегулированных инструментах. Если вы подумаете, что пришел настройщик, и вам за час или за два настроил инструмент, и все будет хорошо, это не будет. Потому что есть инструменты, которые требуют сначала профессионального ухода, которые требуют настройки, регулировки достаточно длительной. Даже не то, что он длительный, а именно профессиональный. Поэтому настройка — это не только... Обслуживание инструмента — это не только настройка, но еще и регулировка инструмента. Во-первых, это тактильные ощущения на пальцах, и ребенок будет намного лучше, ему будет приятно играть на этом инструменте, интересно, он будет тянуться к нему. Поэтому хочется пожелать, чтобы вы за своими инструментами следили за температурой, за чистотой, за настройкой и регулировкой инструмента.